Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре сегодняшнем. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Как всегда, несколько минут уделю общим вопросам. Для тех, кто меня не знает, я Павел Юрьевич Калиников, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. Сегодня буду являться ведущим вебинара «Ортотека искусства в новом формате». Пожалуйста, перемотайте, пожалуйста, чат в самое начало. Там вы увидите две полезные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на расписание наших вебинаров. Этой ссылкой можно воспользоваться для того, чтобы посмотреть расписание наших вебинаров, на первое полугодие 2017 года, до конца июня месяца расписаны вебинары. Можете на каждый из этих свободных вебинаров зарегистрироваться, и вам придет напоминание тогда за день до вебинара о том, что этот вебинар будет проводиться. Также прямо в этом расписании, если пролистать его назад, то вместо слова «Записаться» вы увидите слово «Просмотреть запись». То есть там же вы сможете посмотреть все предыдущие записи. Кроме того, все записи наших вебинаров, включая и этот вебинар, который тоже записывается, вы можете посмотреть на нашем видеоканале на YouTube. Это вторая ссылка из тех, которые публикованы в самом начале чата. Подписывайтесь на наш канал, там много интересного, включая и записи всех вебинаров, которые проводились когда-либо компанией Direct Media. Ну, может быть, за исключением самых первых, которые проходили три года назад. Вот относительно этих двух ссылок все. Хотел бы отдельно проанонсировать еще несколько вебинаров, два вебинара. Один из них дам сейчас. Это вебинар, который состоится 12-го. Так, я забыл настроить цвет, чтобы вам удобнее было. Сейчас я это сделаю. Вот так вот. Вебинар, который называется «Библиотеки в мире индексов и аббревиатур» ЭБС, Федурус, АБИС, ДОИН, как не заблудиться. Это двойной вебинар. Будет его вести Константин Николаевич Костюк, руководитель компании Direct Media. И приглашенный эксперт, племник, обещает быть очень интересным вебинар. Пройдет он 12 апреля. О втором вебинаре, который буду проводить я, поговорим чуть попозже, когда дойдет контекст именно, чтобы дать его в соответствующем контексте. Он связан с нашей сегодняшней темой. Как всегда, все наши материалы мы отдаем в свободный доступ. То есть, сегодняшнюю презентацию вы тоже можете скачать. Чтобы скачать сегодняшнюю презентацию, у кого не включено сейчас окошко ресурса, его можно включить вот так. Вот здесь вы увидите несколько, ряд кнопок, управляющих вебинарной комнатой. Поднятая рука, смайлик, ну это я примерно направление указал. Смайлик и открывающаяся папка. Вот нажимая на изображение открывающейся папки, вы можете открыть окошко ресурса. Совсем не обязательно его все время держать открытым, но для того, чтобы скачать и воспользоваться ссылками, это окошко удобно. Так вот, в этом окошке вы увидите одну из строчек, которая помечена иконкой дискетки. Нажимая на эту дискетку, обращая ваше внимание не на строчку, а на дискетку, вам будет предложено скачать презентацию на свой компьютер. Далее в этой презентации можете пользоваться по вашему усмотрению, но единственная наша просьба со ссылкой на нас это делать. И последнее, о чем я обычно говорю, это то, что все, кто пришел на наш вебинар, обращаю ваше внимание, потому что вопросы тоже возникают, не все, кто зарегистрировался, а все, кто реально пришел на наш вебинар, получат электронные именные сертификаты, подписанные с печатью фоксимильной. Через день-два после вебинара на ваш адрес придет письмо со ссылкой, по этой ссылке надо будет перейти, зарегистрироваться или войти в наш портал, и там вы увидите ссылку на скачку вашего сертификата. Единственная просьба, для кого это важно, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сегодняшнем вебинаре под своими нормальными фамилиями, именем и отчеством, с большими буквами, вот точно так, как вы хотите, чтобы это было бы на сертификате, потому что иначе не получится. Ну что ж, а теперь давайте перейдем, наконец, к нашей сегодняшней теме. Наша сегодняшняя тема «Артотека». Артотека – это подписной сервис в рамках нашего проекта, который называется «Артпортал». Об этом я… «Артпортал» была посвящена несколько… некоторое время назад был посвящен вебинар, который я вел. Ну, а здесь я только вкратце остановлюсь на «Артпортале», чтобы не повторяться. Вот главная страничка «Артпортала». «Артпортал» – это галерея изображений, которые можно использовать в образовательных целях. Галерея изображений – не простая галерея изображений, а достаточно продвинутая, с хорошим поиском, с хорошим рубрикатором, с качественными изображениями. Как я уже говорил в прошлый раз, мы последние полтора года потратили не столько на расширение нашей базы, сколько на улучшение информационной составляющей, на улучшение самих изображений, вплоть до изображений сверхвысокой четкости. на улучшение описательной базы наших произведений, помещенных на «Артпортал» и на улучшение структуры. Ну и вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это часть «Артпортала», по которой можно с главной страницы перейти, вот так вот перейти по вот этой вот ссылке меню. Ну, вообще говоря, конечно, этот наш подпроект «Артпортала», он потихонечку разрастается и превращается в такой полноценный собственный проект. Просто, конечно, ему отрывать его от «Артпортала» не имеет смысла, они глубоко связаны друг с другом. Но сегодня мы поговорим как раз про «Артатеку». Да, ну вот для перехода на «Артпортал» можно воспользоваться вот этой вот ссылкой. Или просто вы можете перед нашим доменом второго уровня поставить три буквы «Арт» с точкой, и вот в этом домене третьего уровня располагается наш «Артпортал». Да, ну вот это габаритные параметры от «Артпортала». Не буду повторяться, я уже об этом говорил. Они достаточно велики. Это более полусотни тысяч изображений, 6000 авторов, 3000 музеев представлены. И все это с полноценными описаниями, которые можно использовать полноценными в смысле искусствоведческого описания. Практически по каждой картинке есть описание, где оно хранится, где было создано. Ну, разумеется, авторство, размер изображения, музей и так далее. Да, ну а теперь, собственно, «Артатека». Вот перед тем, как перейти... Нет, это еще предыдущий. Это слайд, связывающий «Артпортал» с нашим подписным сервисом «Артатека». Скорее подтверждающий тот тезис о том, как мы работаем с изображениями. Да, вот очень многие изображения у нас представлены такими хорошими картинками с хорошим разрешением, которые можно и нужно рассматривать в увеличенном виде. Об этом мы сегодня еще неоднократно поговорим на нашем вебинаре. А сейчас вот просто хочу показать, как это делается. Это конечное окошко разглядывания изображения на «Артпортале». Вот мы видим, что здесь вот существует такой элемент для того, чтобы что-то разглядывать. И вот в данный момент из всего изображения виден вот этот вот маленький кусочек. На нем можно разглядеть такие детали, которые обычно не бросаются в глаза. Ну и плюс сам инструмент, где можно увеличивать, уменьшать изображение, либо двигать вот этот вот увеличенный кусочек туда-сюда. Но особо заострять внимания не буду, потому что у нас об этом еще сегодня будет. Итак, мы перешли на «Артотеку». Давайте я прямо повторю в чате ее ссылку на нее. Это страничка, выполненная из вот таких вот плиток. Переход по каждой из этих плиток приводит к отдельному проекту. В настоящий момент у нас разработано или близко к... Разработано 43 выпуска «Артотеки». Каждые две недели мы делаем выпуск «Артотеки». Ну, не все из них размещены. Есть еще у нас некоторый запас. Я думаю, что опубликовано около 40 выпусков где-то. Давайте поговорим сначала о новых... Нет, сначала поговорим о том, в принципе, что... Какие проекты у нас есть. Все наши проекты мы делим, ну, условно говоря, на две части. Это авторские арт-проекты, то есть те, которые были созданы специально для «Артотеки» и основываются на широких материалах. То есть это специальная разработка «Артотеки», содержащая информацию из разных источников. Вот вкратце список. Это не весь список таких арт-проектов. Это Александр Иванов «Явление Христа народу», «Рай и ад» в картинках Иеронима Босха, «Искусство Египта», «Китая», «Искусство скульптуры», «Япония», «Творчество Бальтазара Ноймана-архитектора», «Итальянское возрождение», «Северное возрождение», «Отдельный проект, посвященный пейзажу», «Проект по книге образа Италии», «Образ Христа в европейском искусстве», «Книжная миниатюра» и так далее. Есть второй вид проектов. Это так называемые интерактивные альбомы. Эти проекты составлены по мотивам наших книжек. Книжек, которые изданы совместно с издательством «Молодая гвардия». Ой, прошу прощения, совместно с издательством «Комсомольская правда». У нас компания «Директ Медиа» является издательством, кроме того, что мы занимаемся электронными проектами, мы занимаемся и традиционным издательским бизнесом. И у нас несколько сотен книг вышли совместно с издательством «Комсомольская правда», посвященные как раз искусству и отдельным художникам. Это «Великие художники», «Великие архитекторы», «Музеи мира» и так далее. Вот некоторые из этих книг мы используем для того, чтобы сделать наши арт-проекты, наши проекты-артотеки. Вот некоторые из них, не все, это Валентин Серов, галерея Уфицы, Третьяковская галерея, Веласкес, Дрезденская картинная галерея, Каэльский музей, Брюлов, Лондонская национальная галерея, Лувр, Метрополитен, Музей Дорса, Музей Прада, Рейкс-музеем, Рембрандт и многие другие. Здесь только часть. Удобство заключено в том, для подписчиков арт-проекты, то, что это практически полная электронная версия этих книг. Но электронная версия, выполненная не в традиционном, как электронная книжка PDF, которую удобно читать, но не всегда удобно смотреть, а в виде специальной интерактивной страницы, на которой все очень удобно расположено и нет никаких сокращений ни по текстам, ни по количеству, тем более по качеству иллюстраций. Конечно, качественные иллюстрации гораздо удобнее рассматривать вот в таких вот арт-проектах, нежели в электронной книжке. Ну и я бы хотел остановиться на новых выпусках, которые мы сделали в конце 16-го и начале 17-го годов. Ну, просто с тем, чтобы подтвердить, что этот проект у нас является приоритетным, и мы аккуратно каждые две недели выкладываем новый проект. Вот проекты конца 16-го года. Это Мамонтовский художественный кружок, Музей Дорса, Сад земных наслаждений, об этом мы как раз подробнее поговорим, галерея Боргезе, художественное объединение Голубая Роза, национальная галерея Праги, Марк Шагал, Сальвадор Дали, объединение Мир Искусства, галерея Академии Флоренции, национальная галерея искусств Вашингтон. Вот очень интересный и продвинутый проект Абердинский бестиарий. Я надеюсь о нем рассказать в ближайшее время, не на сегодняшнем вебинаре, а чуть попозже. Будет у нас отдельный вебинар. Ну и вот последний ряд, который недавно Зинаида Серебрякова, это проект, который мы сделали специально к открывающейся выставке в Третьяковке. Как известно, вот, по-моему, вчера открылась выставка, 5-го должна была, 5-го апреля открыться выставка. Это самая полная за последние 30 лет выставка выдающейся русской художницы Зинаида Серебряковой. И вот ровно к этой дате мы выпустили свой арт-проект с интерактивной осью времени. Там очень интересная ось времени по портретам Зинаиды Серебряковой. Вот. И еще два проекта, которые Эдуард Моне и Звезда Пресветлая. Один из этих проектов еще не вышел. Про Эдуарда Моне, честно говоря, я не помню, но должен вот-вот выйти, наверное. Звезда Пресветлая, это проект, который уже сделан, но пока не опубликован. Он у нас выйдет к Пасхе. Это проект, посвященный иконографии Богородицы. 127 иллюстраций, выполненные в виде интерактивных осей времени с описанием каждой из этих икон. Все иконы Богородичные, вот. То есть, такой специализированный проект наш, наш пасхальный специализированный проект будет. Что касается новых арт-проектов, я хочу специально представить вам вебинар, который будет проходить 21 апреля, уже достаточно скоро. Этот вебинар тоже буду вести я. И он как раз будет посвящен нашим новым проектам Артатеки. Я хотел бы, как автор этих проектов, рассказать подробнее о них. и, соответственно, дать вам какую-то информацию. Да, я хочу сказать, что проекты у нас, у нас есть несколько открытых проектов, но вообще-то это подписной сервис. Однако, те, кто ходит на наши вебинары, будут получать информацию, вот в том числе и сегодня, некоторую информацию, которая хранится в закрытой части. вы сможете рассмотреть ее внимательно и посмотреть, насколько вам это интересно. Ну что ж, а давайте теперь перейдем к более подробному описанию Артатеки. Вот так выглядит типовая обложка наших проектов. Как правило, большинство наших проектов выполнено при помощи технологии Long Grid. Long Grid или Web Documentary. Есть такое понятие. Пару слов об истории этого понятия и вообще, почему мы стали делать такие проекты в основном в этой технологии. Ну, как известно, все мы находимся сейчас в интересной ситуации в интернете, которую можно охарактеризовать как революция медиаформатов или просто революция медиа. Это такая ситуация, которая меняет все наши представления о том, что хорошо, а что плохо в публикации контента. Современная ситуация характеризуется прежде всего тем, что люди привыкают во-первых, к короткому чтению, когда их трудно заставить прочитать какие-то длинные тексты. И второе, привыкают к наличию, к обильному наличию иллюстративного материала, который им хочется иметь. Поэтому просто длинный текст невозможно заставить читать. Вот. Но, тем не менее, у создателей контента, ну и в том числе в средствах массовой информации, постоянно возникала необходимость публиковать какие-то все-таки обширные тексты, информацию больше, чем на несколько колонок, точнее, на несколько абзацев. Вот что же делать с этим? Ведь не считают люди. Поэтому появилась концепция лонг-грида. Это большой, длинной страницы, которую, тем не менее, люди активно читают. Какие для этого применялись технологические новшества? Ну, во-первых, весь текст и вообще весь контент должен быть хорошо структурирован, он должен быть хорошо отверстан, причем отверстан не по правилам книжным или не по правилам бумажных СМИ, а по правилам электронной верстки, электронной типографики. В-третьих, он должен сопровождаться, обильно сопровождаться иллюстративным материалом, как статическим, так и звуковым, и видео. Ну, и последнее, в нем должны присутствовать некоторые интерактивные элементы, с которыми читателю интересно ну, условно говоря, повозиться, да, пощелкать, посмотреть, порасширять чего-то там, куда-то перейти и так далее. И все это помещается на одной достаточно длинной странице. Вот, и тем не менее, эти страницы, в отличие от тех страниц, длинных, которые не читают, они хорошо читаются и читатели их хорошо воспринимают. Вот мы восприняли эту технологию, нашли инструмент, при помощи которого можно создавать такие лонгриды. Инструмент называется Tilda Publishing. И в этом инструменте в основном работаем в нашей ортотеке. И вот, да, и одной из одна из визитных карточек этого инструмента является вот такая вот полноэкранная обложка, которая возникает в самом начале проекта и которая сразу заставляет человека заинтересоваться, да. Ну, как известно, опять же, переходя немножко к электронной типографике и к электронной... Если угодно к электронному маркетингу, да, то задача создателя электронного ресурса... У него много задач, да. Но самая первая задача это захватить внимание пользователя. Вот если вы за две секунды первые не захватили внимание пользователя, то все остальные задачи не решаются. Поэтому вот такие полноэкранные обложки, они решают этот вопрос. Да, уже потом решаются вопросы заинтересовать, проинформировать, показать и так далее. А первое... Первое это броская обложка, которая должна нести основную информацию о проекте и при этом воспроизводить некое настроение этого проекта, основанное на иллюстративном, каком-то иллюстративном ряде. Вот все наши проекты начинаются именно вот с такого красочного изображения и дальше уже идет собственно содержание всего проекта. Наши проекты условно можно разделить на такие вот три типа. Исторически первый тип его можно назвать интерактивной страницей. Это как раз тип, который не основан на технологии Tilda, а основан на наших собственных технологиях. Наша группа разработчиков и дизайнеров, они делают вот такие вот интерактивные страницы в виде условно-бесконечного холста. Это такое изображение, которое несколько больше вашего экрана, которое надо проматывать вперед, назад и вверх-вниз. И на нем в виде отдельных элементов помещены раскрывающиеся тексты, разделы, которые открываются и которые можно дальше листать, ну и так далее. Вот, как это выглядит, я позже покажу. Следующий раздел, ну давайте вот, он такой нижний, о нем я примерно немножко рассказал. Это вот лангриды. Это достаточно длинные страницы, структурированные, верстанные, хорошо верстанные и снабженные иллюстративным рядом и интерактивными элементами. Ну и такой самый продвинутый вид, несмотря на то, что этот вид тоже основан на технологии и тильда, но в себе содержит такие, скажем, продвинутые интерактивные элементы, такие как интерактивная карта. Интерактивная карта или и другой вид интерактивности, это интерактивные оси времени. Что касается интерактивной карты, это способ разглядывания одного произведения, но в очень подробном качестве, как с точки зрения качества изображения, так и с точки зрения обильности материала. Вот у нас есть сейчас несколько проектов, выполненных в таком стиле. Первый, исторически первые проект посвящен произведению Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». Вот о нем мы подробнее сегодня поговорим. Второй подобный проект содержит этот, мы были вынуждены сделать даже двойной выпуск, это интерактивные, две интерактивные карты по иерониму Босху, тоже подробнее поговорим. И третий проект, содержащий такие мини-интерактивные карты, но достаточно много, их там 5-6, если не изменяет память, это новый проект «Абердинские бестиарии», где мы также подробно рассматриваем некоторые странички этого бестиария, которые содержат по нескольку изображений, и плюс там очень интересные буквицы, элементы верстки, мы их рассматриваем. Мини, потому что интерактивные карты, те, о которых я говорил, это примерно от 50 до 200 слайдов, а мини это 4-5 слайдов на каждую страничку, но зато таких интерактивных карт в одном проекте 5 или 6 штук. Ну и давайте подробнее что-то рассмотрим. Во-первых, вот наш первый вид, о котором я говорил, интерактивная страница в виде бесконечного холста. Вот так сделан проект под названием «Дворцы и замки Европы». Таких выпусков у нас несколько, три, если не изменяет память. Самый исторический первый искусство Китая. Вот осенний выпуск где-то «Декабрьские дворцы и замки Европы». И выпуск был уже весной, по-моему, в начале марта, посвященный русскому авангарду. Ну вот это то, о чем я говорил, бесконечный холст, на котором находятся тексты, которые можно открывать, разделы, которые тоже можно открывать и листать внутри них изображения, производить поиск, отображать списком и так далее. Вот так выглядит слайдер, при помощи которого можно внутри раздела уже листать изображение, а также посредством вот этой лупы увеличить его и рассматривать. Ну вот вкратце все. Еще в самом конце нашего вебинара я об этом расскажу подробнее, когда мы будем смотреть ролики, которые описывают все это в движении, а я буду комментировать с экрана их. Следующий вид проекта это проект, основанный на каком-то альбоме, да, это вот то, о чем я говорил, проекты сделанные на основе бумажных альбомов, выпущенных совместно с комсомольской правдой, издательством Директ Медиа. Вот он тоже начинается с какой-то красочной картинки, в данном случае это какой-то это музей, музей Метрополитен, после странички начинается какое-то введение, далее он состоит из разделов, разделы в соответствии с тем, как это описано в книге, в данном случае по разделам по искусству различных стран, вот например раздел искусства Италии, начинается он таким подробным описанием одного из полотен, которые представляет данный раздел, а дальше идет уже описание произведения в виде такой вот галереи, верстанной, красивой верстанной по три, по два или по одному полно, почти полноэкранному изображению, и кроме этого в конце, да, ну вот здесь не показано, посмотрим в ролике чуть попозже, после каждого из этих блоков изображений идет спрятанный подробный текст, спрятанный, потому что если его сразу верстывать в проект, это будет очень длинная страница, ну а так после каждого раздела идет спрятанный текст, можно нажать на плюсик и высветить его, и по каждому из этих полотен получить такую подробную искусствоведческую информацию уже там на один-два абзаца, а то и больше, которые описывает конкретно данное полотно более подробно. Следующий вид проектов это вот наши авторские проекты, выполненные на основе собственного материала какого-то и содержащие какие-то интерактивные элементы. В данном случае отличаются они кроме всего прочего наши проекты отличаются и объемами. Вот если предыдущий вид проектов вот этот вот, он содержит относительно небольшое количество произведений, но очень подробно описанных, то есть это примерно полсотни, ну а конкретнее где-то от 40 до 80 изображений, но каждая из них описана подробно, либо подробно описана период из жизни художника уже с упоминаниями в тексте этих произведений, если речь идет о художнике, то вот этот вид проектов здесь менее подробное описание, ну по сути дела только описание самого полотна, когда оно было создано, кем и где оно хранится, какие размеры, без полноценного текста описывающего, но зато здесь гораздо больше самих произведений, вот например один из самых проектов объемных, это проект, который называется Образ Иисуса Христа в европейском искусстве, содержит 8 разделов, более полутысячи иллюстраций и 8 интерактивных таймлайнов, кстати, этот проект является открытым, то есть мы его можно посмотреть и я сейчас вам дам ссылку на этот проект, вы можете сможете его посмотреть прямо по ходу нашего сегодняшнего вебинара, ну тут надо подробнее рассказать о таком элементе как ось времени интерактивная ось времени интерактивная ось времени это элемент позволяющий одновременно посмотреть какое-то произведение посмотреть информацию по нему и одновременно посмотреть когда оно было создано по сравнению с другими произведениями да вот здесь если вы видите оно конечно светло-серое у вас может быть не очень хорошо видно но давайте я так вот эта нижняя часть это и есть ось времени на которой находятся все произведения эту ось времени можно сдвигать увеличивать масштаб уменьшать масштаб переходить в самое начало ее посредством вот этих вот инструментов и можно конечно тыкать на вот эти вот элементики каждая из которых представляет отдельное произведение при наведении на этот элементик появляется полное название произведения ну и кроме того основной элемент перехода это вот этот слайдер традиционный при помощи которого можно переходить последовательно от одного изображения к другому по ранжированным по дате по дате этого произведения вот вот такой достаточно интересный инструмент он создан при помощи инструментария который называется timeline.js мы его активно используем в нашей деятельности вот когда надо показать временную характер какие-то временной контекст произведения искусства и вот в этом проекте как раз 8 таких интерактивных timeline. Ну и последний такой вид о котором я рассказывал это интерактивная карта да сегодня мы познакомимся с интерактивной картой на основе другого произведения на основе явления Христа народу а здесь я хотел бы рассказать о таком самом насыщенном нашем проекте сад земных наслаждений он называется иронима босха и вот так кстати где-то здесь почему-то у меня она пропала сейчас я одну минутку сейчас я воспроизведу я хотел бы вам дать сейчас хотел бы вам дать по саду земных наслаждений отдельное так нет сейчас одну секундочку это надо обязательно посмотреть да вот он сам этот проект является подписным но у него есть вот такая бесплатная версия на которой подробно описывается что и как и можно попробовать некую усеченную версию наших интерактивных путешествий итак самое главное вот в этих интерактивных путешествиях это то что они основаны на картинках сверх высокого разрешения или иногда их называют гигапиксельными картинками хотя это не всегда верно да ну в данном случае примерно полу гигапиксельная картинка вот ее разрешение это 30 тысяч на 17 тысяч пикселей ну чтобы представить что это за разрешение это чтобы ее полностью представить пиксель в пиксель на вашем экране вам понадобится если у вас сейчас экран Full HD то есть 1920 на 1080 пикселей то вам понадобится 15 таких экранов в длину и 15 в ширину то есть по площади примерно в 250 раз больше экран чем ныне у вас есть вот поэтому на этих картинках становится возможным разглядывание отдельных мелких изображений без ухудшения качества это значит что мы можем производить несколько условных наездов камерой на это изображение и каждый раз качество картинки ухудшаться не будет а будут появляться новые детали вот на этом и основана модель интерактивного путешествия когда мы берем одно полотно насыщенной информацией таких картин достаточно много если мы находим его вот в таком большом качестве хорошем качестве мы можем сделать интерактивное путешествие то есть рассмотреть каждый элемент этой картинки или основные элементы этой картинки сделать по каждому из этих элементов свой комментарий возможно найти какие-то дополнительные иллюстративные материалы именно к этому элементу изображения и возможно это даже какие-то видеоматериалы будут и вот таким вот образом пройтись по всему полотну и показать его в полном дать наиболее полную информацию по нему я обращаю внимание что вот такое интерактивное путешествие я вот не побоюсь этого слова что оно портрет Леонора при увеличении расплывается вот я не знаю какой вы сейчас проект смотрите если речь идет об каком-то интерактивном путешествии то там происходит так сначала идет наезд изображение сначала расплывчатое но потихонечку в зависимости от вашего канала интернет канала или от того как работает ваш компьютер оно потихонечку начинает улучшаться ну вообще в нормальном режиме это должно происходить примерно в течение секунды иногда это происходит немножко за за большее время вот так вот я не побоюсь этого слова что при использовании интерактивных путешествий происходит эффект такой эффект что вы можете разглядеть на полотне больше чем даже когда вы придете непосредственно в картинную галерею сядете на два часа возле этого полотна или станете и начнете глазами это все рассматривать впервые произошло такое событие в информационном мире когда репродукция по своему разрешению и качеству становится лучше полотна ну конечно это не значит что не надо ходить по картинным галереям да все таки первичная информация является первичной информацией ну вот на примере другого полотна явления Христа народа мы это увидим я вас уверяю что вы там увидите такие такие нюансы которые вы никогда в Третьяковке не видели рассматривая это полотно и так вот что касается Иеронима Босха это два путешествия да ну три секунды это плоховато конечно ну это просто говорит видимо о том что сейчас канал загруженный либо у вас либо на том сервере который осуществляет это вот это вот интерактивное путешествие вообще-то где-то в течение секунды должно устанавливаться вот в этом двойном выпуске у нас два интерактивных путешествия одно традиционное оно состоит из 50 слайдов это рассматривание основных сцен сада земных наслаждений и то конечно надо бы побольше но просто не хватает вы знаете это очень трудоемкие проекты не хватает ресурсов на то чтобы все это описать вот совершенно полностью вот сад земных наслаждений это совершенно уникальное полотно по которому можно сделать не два а наверное десяток вот таких интерактивных путешествий и второе наше путешествие оно такое очень-очень сильно авторское оно не столько искусствоведческое сколько сколько игровое оно на 250 слайдов это мы его так игриво назвали зоосад зоосад земных наслаждений это разглядывание всяких зверушек которые разных животных которые боск придумал часть этих животных а это вы смотрите Евгения Юрьевна это вы смотрите не интерактивные путешествия а обычный обычный наш проект в Тильзе там там конечно изображение не улучшится ну точнее они могут улучшиться если они есть в лучшем качестве у нас вот я сейчас немножко о другом говорю но там немножко другая ситуация вот так вот этот интерактивное путешествие зоосад земных наслаждений оно описывает почти всех зверей боскоизображенных но вообще там изображено почти тысячи разных животных точнее тысячи животных разных наверное где-то 100-200 животных вот мы попытались пройтись по разным подобрать каждому из них изображение того животного которое уже фотографию современную того вида который изображен конечно это не всегда удавалось сделать часто боск просто выдумал из головы какое-то животное либо изображал вообще фантастическое животное либо специально изображал какое-то животного монстра да ну мы тем не менее попытались найти какой-то иллюстративный ряд к каждому изображению вот и сделали интерактивное путешествие и я вам сейчас хочу дать вот это интерактивное путешествие которое является частью нашего закрытого проекта ну раз вы сегодня пришли на мой вебинар то пожалуйста пользуйтесь им и рассматривайте его это вот занятие может растянуться минут на 40 как минимум так что можете пока просто его посмотреть так это ссылка ваша можете ее распространять и рассматривать вот да ну вот так вот выглядит примерно картинка интерактивного путешествия вот увеличенная часть это еще не самое не самый крупный наезд на на полотно еще возможно два или три более сильных увеличения ну вот здесь вот наезд на полотно условный наезд камеры да а вот здесь справа подробная информация и дополнительный иллюстративный ряд какой-то да ну и вот второй большой интерактивный проект исторически он первый у нас был это явление Христа народу мы его сегодня подробнее посмотрим вот здесь вот так вот выглядит примерно описание из двух частей состоит этот проект хотя одно интерактивное путешествие но внутри себя разделено первая часть это просто описание подробное ну или вообще какое есть в искусстве описание отдельных персонажей этой картины и вторая часть это рассмотрение этих персонажей с точки зрения истории их появления то есть Иванов как известно сделал до четырехсот предварительных эскизов и отдельных произведений которые потом частично или по своему стилю вошли в явление Христа народа вот мы рассматриваем некоторые из наиболее известных эскизов их там более 20 там по-моему 30 и показываем как появлялись те или иные персонажи в соответствии с вот этим вот соответствии со временем их появления да ну и надо отметить что явление Христа народу этот проект мы сделали открытым и к нему вот так я вот посмотрю дал ли я его где-то здесь должен был дать вам вот сейчас я вам дам ссылочку его вы тоже можете рассматривать прямо сейчас или чуть погодя это наш открытый проект вот его можно его можно внимательно рассмотреть вот ну и перед тем как показать вот какие-то небольшие ролики что такое ортотека ортотека это подписной сервис к нему можно подписаться как как физическое лицо в этом случае вот он стоит 1400 рублей в год либо 800 рублей за полгода каждой две недели публикуется проект новый и ко всем предыдущим проектам вы тоже имеете доступ ну а если вы юридическое лицо то корпоративная подписка стоит 20000 в год несколько вузов для которых эта тематика является важные уже подписались у нас на этот сервис некоторые публичные библиотеки подписались вот мы и вас тоже зовем стать подписчиками нашей ортотеки ну и кроме того у нас есть акция такая все учебные заведения культуры и искусств на 6 месяцев подписываются на бесплатный доступ к арт-порталу вот ну важно чтобы для вас это было профильное искусствоведение было профильным ну предмет может не называться именно так но чтобы это был ваш профиль ну и да 4 проекта являются открытыми это уже упомянутые явления Христа народу это очень интересный проект которым я сейчас сегодня не говорил но сейчас немножко покажем это книжная миниатюра ну вот кстати ее традицию мы продолжили в в том проекте который совсем недавно вышел это обердинский бестиарий конечно разглядывание книжных миниатюр это особое удовольствие даже для тех кто любит искусство вот книжные миниатюры это какой-то особый особая вещь очень интересная да ну и да посмотрим ролик образ Иисуса Христа в европейском искусстве я ссылку вам уже давал это тоже открытый проект ну и искусство Китая самый первый наш проект в виде вот этой вот интерактивной странички он тоже присутствует ну и перед тем как мы закончим я вам покажу некоторые проекты в виде таких коротких роликов которые я буду комментировать они будут показывать уже более более подробно в движении эти проекты как ими пользоваться ну вот выбираем сейчас проект образ Иисуса Христа здесь просто показывается главная страница артотеки по которой можно ходить и выбирать одну какую-нибудь из плиток сейчас мы выбрали проект образ Иисуса Христа в европейском искусстве вот его обложка введение этот проект он прокомментирован текстами из Святого Писания разделы идут в основном по ходу Евангелия но с некоторыми ответвлениями в темы которые подробно освещены в искусстве у каждого раздела есть список иллюстраций по ним можно непосредственно перейти к произведению в арт-портале и подробнее его рассмотреть он удобен тем что этот список является алфавитным но с другой стороны этот список убирающийся то есть его он не мешает рассматривать списки достаточно длинные потому что поэтому если бы мы их прямо верстали они бы мешали рассматриванию иллюстраций но они убираются поэтому не мешают вот как раз показано как работает ось времени здесь к сожалению вся ось времени не поместилась вот ее нижняя часть интерактивная на которой в виде таких шильдиков размещены на оси времени произведения ну и кроме того конечно можно при помощи слайдера туда-сюда ходить по этой оси времени то есть есть путь как прямо перейти прямого доступа так и путь последовательного доступа к картинкам если нажать на каждую конкретную картинку то тоже можно перейти к ее увеличенному изображению ну вот следующий следующий раздел детства Христа ну я весь ролик не буду вам показывать в основном тут все показано давайте посмотрим еще книжную миниатюру в таком же виде вот здесь в качестве обложки использована миниатюра из индийского источника миниатюр эти миниатюры очень сильно отличаются от европейского стиля комментарии начинается все исторически с миниатюр из древнего Египта которые были сделаны на папирусе миниатюр миниатюр исторически книжная книжная миниатюра она тоже большая ее часть именно библейские именно библейские сюжеты составляет христианский восток это сирийские египетские христианские источники армянские вот например сирийская библия 18 8 века ну и самый крупный раздел это иллюстрации западной Европы 266 иллюстраций тоже в основном сюжет ну тут много разных сюжетах не только библейские различные буквицы тоже присутствуют очень интересные средневековая иллюстрация это конечно особый мир который нашему современному глазу не совсем привычен но очень интересен есть источники исламские из юдайки дальнего востока индии здесь совершенно иные сюжеты иные краски к сожалению их здесь не так много как хотелось бы несколько десятков я думаю что эта проблематика тянет вообще на отдельный проект очень интересные здесь иллюстрации тем не менее их тоже очень интересно посмотреть ну и давайте подробнее посмотрим вот это вот явление Христа народу просмотрим интерактивные вот интерактивные путешествия что она из себя представляет в начале дается это был наш первый проект в начале дается предисловие в котором рассказано о том как работать с интерактивной картой что она из себя представляет ну а дальше мы переходим непосредственно к рассматриванию рассматриванию полотна давайте мы эту часть сократим и перейдем непосредственно к рассматриванию уже вот ту часть которая посвящена непосредственно эскизам да Вот, например, как Иванов работал над изображением Оливы. Например, у него есть отдельное произведение, которое очень похоже на вот эту часть. Река Иордан изображена. Тоже отдельная картина есть. Пейзаж один в один взят с одного из его эскизов. Как он работал над лицами. Вот, например, лицо Иисуса это интегральное лицо, состоящее из нескольких натурных зарисовок. Плюс он взял информацию из древнегреческих источников, оттуда взял части лица. Как он искал образ для Иоанна Крестителя? Для апостолов. Вот, например, апостол Иоанн Богослов. Предварительный эскиз. Или апостол Андрей. Как он шел к тому образу, который изображен. Апостол Нафанаил. Вот мы видим, что нужное изображение он взял с изображения, с эскизы, которую он делал с натурщицы. Мальчик и старик. Несколько разных вариантов было попробовано перед тем, как Иванов остановился на соответствующем образе. Образ смотрящих вверх. Путешественник. Это интересный образ. В нем Иванов изобразил самого себя. Прислушивающийся. Все эти названия, они взяты из искусствоведческой литературы. Обнаженный мальчик. Вот тоже он взят на самом деле. Его лицо взято с натурщицы девочки. Поднимающийся старик. Различные варианты. Богатый старик. Владелец раба, который справа расположен от него. Раб. Вообще, по рабу было несколько десятков вариантов. И в конце концов, на одном только из них остановился Иванов. Вот этот вот обнаженный юноша с прекрасно выписанными рыжими кудрями. Сейчас, одну минуточку. Должен. Фигура дрожащая, так называемая. Ну, вот это юн, мальчик и мужчина. Только что искупавшиеся. Тоже очень разные варианты были. Изображение Левита. Фарисеев в челме. Тоже несколько вариантов было. Вот два старика тоже разные. Разные. Назарей и старик в белой повязке. Назарей прислушивается к тому, что говорит Иоанн Креститель. А старик в белой повязке противится этому. Левит в белой челме. Тоже с девушки было взято. А вот это очень интересное изображение. Предполагается, что натурщиком явился Гоголь, который был очень близок к Иванову. Изображение женщин. Вот даже с ребенком, который не вошел потом в картину. Воины на дальнем плане. Ну и несколько видеокомментариев из свободных источников. А также предложение купить книжку, которая у нас тоже есть по Иванову. Вот и все интерактивное путешествие. Я думаю, что вот примерно вы на этом поняли, что они из себя представляют. И вот мы в этом направлении очень активно работаем. Надеюсь, что вам это понравится. Коллеги, ну что ж, наш сегодняшний час закончился. Я надеюсь, что вам было интересно. Смотрите наши открытые проекты. Я думаю, что мы в дальнейшем тоже будем еще какие-то открытые проекты располагать. Не только закрытые у нас проекты будем. Ну вот уже, я думаю, что мы уже показали, что это всерьез и надолго наш проект. То есть вот 43-й уже выпуск. Мы не собираемся прекращать. У нас еще много, у нас богатые планы еще. Вот, поэтому если вы ваш ВУЗ или библиотеку подпишите на наш проект, я думаю, это будет правильно. Ну и лично смотрите вот по тем ссылкам, которые я вам дал, бесплатно. Получайте удовольствие и приходите на наш следующий вебинар, где я подробнее расскажу о последних проектах. Ну вот о последнем десятке наших проектов. Они тоже были достаточно интересные. Коллеги, я понимаю, да, если есть вопросы, спасибо. Обычно вот после вебинара про ортотеки люди уходят в глубокую задумчивость и рассматривание картинок. Я не хочу вас отрывать от этого прекрасного времяпровождения. Я, разумеется, весь внимание. Если есть вопросы, всегда задавайте. Если вопросы появятся чуть попозже, по этому проекту можно и нужно писать прямо мне. Если это будет вопрос по подписке, я переадресую соответствующему менеджеру. А так, отвечу сам, потому что я сам в этом проекте активное участие принимаю. Вот, да, я надеюсь, что было вам интересно. Что ж, коллеги, тогда давайте на этом прощаться. Если вы в следующий раз с собой приведете еще людей, которые интересуются искусством, на следующий наш вебинар, посвященный ортотеке, я буду благодарен. И сами тоже приходите смотреть на наши новые проекты. Большое вам спасибо. До свидания. Встретимся на наших новых вебинарах. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok